Да, сегодня у нас курс финансового директора, СЕФ. Будем говорить о всем, что связано с финансами, с деньгами, с правильной организацией финансовой части бизнеса. Расскажу о том, чем занимаюсь сам каждый день. Очень хочу послушать участников, возможно, какие-то вопросы. Какие-то горячие темы, точки, о которых нужно поговорить. Ну и, соответственно, разберем первый курс, первый урок о том, какая роль, какое место ЧИФ Финансового директора в современных условиях ведения бизнеса. Окей, давайте начинать. Я думаю, что если кто-то присоединится, он без проблем поймет. У нас потом будет презентация, у нас потом будет рабочий файлик, домашние задания и тесты. И все эти материалы будут доступны в личном кабинете. Возражений нет? Поехали. Итак, о чем наш курс? Курс в рамках Академии Майкапитола. Курс называется «Финансовый директор» или «Сиэфо». И мы с Михаилом решили, что было бы неплохо сделать курс, который отличался бы от множества других, которые есть на рынке. Который бы рассказывал не о теории, а все-таки более практично. Тот аспект, который непосредственно нужен нам в процессе ведения бизнеса, в процессе принятия каких-то решений, бизнес-решений, управленческих решений, который непосредственно охватывает людей, которые работают в финансовом департаменте, в бухгалтерии, в любом другом отделе, который связан с потреблением финансовой информации. И об этом мы, наверное, будем говорить каждый урок на протяжении 20 уроков. Об этом мы будем делать наши домашние задания, составлять кейсы, писать бизнес-планы, рассчитывать какие-то показатели. И все это очень практично, очень применимо к тому, что связано непосредственно с ведением бизнеса. Меня зовут Константин Ерохин. Очень приятно с вами сегодня быть. И я бы хотел немножко вначале, в качестве разминки, рассказать о структуре курса, о структуре обучения и о тех подходах, которые используются в Академии Майка. У нас есть сайт, который расположен на платформе Академии. Туда можно зайти для того, чтобы ознакомиться со структурой курса, с перечнем уроков и с основными моментами, которые мы будем рассматривать на каждом из уроков. Соответственно, все это с датами проведения уроков, с временем, для того, чтобы человеку легко было ориентироваться, где мы сейчас находимся, какие уроки уже пройдены, какие предстоят, и о чем мы будем говорить сегодня и в ближайшей перспективе. Программа курса расположена и на сайте, и здесь на презентации. Я уже говорил о том, что у нас 20 занятий, каждая из которых охватывает какой-то практический аспект ведения бизнеса. Сегодня мы говорим о роли Chief Financial Officer, о роли финансов в компании, о месте финансового отдела, либо финансового департамента. Мы будем очень много инсайтов, о которых я вам расскажу, которые со мной произошли на практике. И на каждом уроке я буду стараться рассказывать те истории, которые случались со мной, о которых я прочувствовал на собственной, хотел сказать, шкуре, но не буду говорить, на собственном опыте. И, соответственно, каждый из этих уроков — это связка презентации, на которой есть основная информация в качестве вводной, теоретической части, базовой. Затем у нас будет практическое занятие, которое будет охватывать ту тему, о которой мы говорим, но уже более в прикладном виде, с расчетами каких-то финансовых показателей, с составлением каких-то планов, с постановкой каких-то целей, с принятием решений, моделированием финансовых ситуаций, которое более доступно покажет, какие материалы, как мы можем использовать полученные знания, как они укладываются в современной модели ведения бизнеса, насколько они применимы к вашим бизнес-кейсам, к вашим моделям ведения бизнеса. Возможно, обсудим какие-то альтернативы, возможно, будут какие-то различные варианты решения этих вопросов. Соответственно, практическое занятие ведет к тому, что после каждого урока все слушатели получают домашнее задание. Домашнее задание, которое состоит тоже из нескольких частей. Первая часть — это тест небольшой и несложный, несколько вопросов, посвященных теме урока, который был проведен, в виде выбора правильных ответов. Кроме этого, это расчетная часть, которая будет заключаться в том, что на основании тех расчетов, которые мы прошли или составляли на уроке, каждый должен будет построить собственные расчеты по той финансовой модели, которую он будет заполнять из урока в урок. У каждого из нас будет файлик, который мы будем дополнять каждыми расчетами по каждой теме, которую мы будем проходить. И в конце этот файлик будет составлять, можно назвать это бизнес-планом, можно назвать это финансовой моделью бизнеса, можно назвать это прогнозными показателями. Но в любом случае этот файлик будет охватывать абсолютно все аспекты. Расчет всех финансовых показателей, составление основных форм отчетности, разработку системы мотивации, расчета финансовых метрик эффективности бизнеса и все-все-все те точки, которые, я считаю, важны, которые нам нужно контролировать, рассчитывать, сравнивать с плановыми показателями, которые мы сами для себя поставим, и делать выводы на основании этой информации об эффективности либо неэффективности тех решений, которые мы принимали, когда составляли прогнозы, планы, стратегию, какой же результат мы хотим получить от бизнеса. С точки зрения финансов, все результаты превращаются в какие-то показатели в денежном эквиваленте. Язык, финансовый язык бизнеса – это деньги. Все, что мы можем выразить в стоимостном эквиваленте, является объектом нашей работы, моей работы, работы финансового департамента, работы финансового директора, либо, можно назвать это, чейф-деливер-офицера. Соответственно, это немного о структуре курса. И обязательно в каждом занятии я бы хотел иметь сессию интерактива, вопросов и ответов, общения с слушателями, обсуждения каких-то проблемных вопросов, обсуждения каких-то комментариев к курсу, темы, на которые мы можем подискутировать, пообщаться и обсудить, и учесть это в процессе введения нашего курса. Программа сегодняшнего занятия – это описание роли СЕФО в компании, организационная структура финансового подразделения. Я сразу замечу, что это не совсем организационная структура с точки зрения иерархии. Это более процессная модель, и мы об этом поговорим более детально. Я бы хотел на этом остановиться. Модель взаимодействия с ЧИФ-экзекьютив-офицер или с тем человеком, который осуществляет руководство, компания рулит бизнесом, принимает управленческие решения. Взаимодействие с Советом директоров. Совет директоров – это отдельный коллегиальный орган, который создан и используется скорее для контроля СИО. Мы поговорим об этом. Поговорим о том, как финансовый департамент и СИФО взаимодействуют и с исполнительным директором, и с советом директоров, либо бордом директоров. Может быть любое название. И работа с аудиторами. Аудиторы – это люди, которые оценивают качество учета, качество работы финансового отдела, которые дают оценку правильности составления отчетов и прозрачности ведения бизнеса. Все это программа сегодняшнего урока. Обо всем об этом мы обязательно поговорим. И я бы очень хотел услышать от вас вопросы. Если у вас возникают вопросы в течение урока, вы можете писать это в чатик. Я это вижу. И когда у нас будет сессия вопросов-ответов, мы обязательно вернемся к этим вопросам, обсудим это, обговорим детально, возможно, сможем поделиться мнениями, подискутировать немножко. Поэтому не стесняйтесь. Давайте это будет интерактив. Вопросы всегда приветствуются. Вопросы – это значит, что людям это интересно, людям это актуально. И нам есть о чем поговорить. Продолжаем. Это немножко обо мне. Я финансовый директор компании Intel. Алиас, работаю уже в финансах порядка 10 лет, в финансах и учете, наверное, 20 лет. Есть определенный опыт, есть определенный опыт ведения тренингов, ивентов, обучения, написания статей, даже диссертации. Поэтому буду делиться тем, что знаю. Очень хочу услышать от вас обратную связь. Соответственно, таким образом достичь чего-то нового, вместе с вами, получить удовольствие от коммуникации. Немножко более подробно о домашних заданиях. Я говорил о том, из чего состоят домашние задания. А платформа Академии предоставляет оценку качества работы студента, оценивается это в баллах. Максимальное количество баллов 100. Если студент в процессе прохождения курса набирает 80 и более баллов, сдает все тесты, он получает диплом. Если количество баллов не сдается, не достигается 80, но сдаются тесты, то слушатель получает сертификат. Выполнение домашних заданий ограничено по времени. Это дисциплинирует людей. И дается две недели на то, чтобы выполнить поставленную задачу. Собственно, такая программа позволяет оценить эффективность материала, переданного слушателю, и его понимание, усвоение этого материала. Окей, переходим непосредственно к нашему уроку. Да, ставьте, если что, какие-то там отметочки, что вы меня слышите, я не пропадаю. Если вдруг у кого-то нет звука или какие-то проблемы с изображением, пишите, будем реагировать. Ок? Отлично. Кто такой Chief Financial Officer? Chief Financial Officer, да, если кто-то, я думаю, все смотрели «Битву престолов», да, там была такая роль, мастер над монетой. Человек, в руках которого была сокровищница, которая отвечала за все денежные вопросы королевства. Так вот, CFO — это мастер над монетой каждого конкретного бизнеса. Соответственно, мы в роли финансового офицера, в роли финансового директора, в роли руководителя финансового департамента отвечаем за все решения, которые можно перевести в денежный эквивалент. Хватит ли у нас денег на выплату заработной платы? Насколько мы успешно выполнили план по продажам? Можем ли мы нанимать новых людей? Можем ли мы профинансировать новый инвестиционный проект или уже существующие? Сколько денег придет нам на расчетный счет в следующей неделе, через месяц, да? Куда мы будем расходовать эти деньги? Какие остатки товара в какой стоимости нам нужно поддерживать в розничной сети? Как нам нужно построить производственный процесс, чтобы не остаться без денег посредине выпуска крупной партии товара? Как мы можем профинансировать длительные проекты, например, приобретение недвижимости, либо постройки нового цеха, либо закупки крупной партии товара, либо покупки сырья по оптовым ценам, но в большом количестве? Все эти вопросы транслируются, превращаются в денежные вопросы и лежат в зоне ответственности финансового директора. Соответственно, с левой стороны слайда мы видим ответственность финансового департамента и лично человека, который его возглавляет. На первом месте планирование и бюджетирование. Я думаю, вы все слышали такие слова. У нас будут отдельные уроки, посвященные планированию и бюджетам. Мы к этому вернемся, мы разберем эту тему по косточкам. Сейчас нам достаточно понимать, что планирование и бюджетирование в денежном эквиваленте, любые финансовые показатели, которые мы поставили себе как ориентир и которые мы хотим достичь. Это зона ответственности финансового офицера. Мы предоставляем все эти презентации. Они будут доступны. Кроме этого, уроки записываются. Можно будет пересмотреть запись видео. И плюс все эти уроки, как я уже сказал, конвертируются потом в экселевский файл с расчетами и с описанием, всех важных аспектов, всех наших тем. Поэтому материал будет доступен в любом из этих видов. Просто посмотреть файлик презентации, пересмотреть видеозапись урока, разобрать файлик расчетов, посмотреть, как работают формулы, откуда какие показатели тянутся, из каких ячеек в экселе. Это все будет доступно. Ну и, соответственно, составить собственный файл в виде домашней работы, в виде разработки собственного проекта все это тоже будет доступно в личном кабинете студента. Движемся дальше. Следующий пункт ответственности СФО это управленческая отчетность. Управленческая отчетность это не то, что в первую очередь приходит на ум. Это не какие-то непонятные цифры в непонятных местах, непонятных строках. Куча разной информации нет. В данном случае управленческая отчетность это то, что нужно людям для того, чтобы принимать правильные управленческие решения. Для этого финансовый директор должен понимать потребность в предоставлении информации у каждого из стейкхолдеров, у каждого из потребителей такой финансовой информации. Соответственно, мы должны четко представлять себе систему нашего бизнеса, модель ведения бизнеса, кто управляет, на каком уровне управляет нашим бизнесом, кто принимает управленческие решения и какая информация будет полезна ему для того, чтобы он принимал правильные решения. Это может быть фактическая информация, это может быть плановая информация, это может быть информация о внешних факторах, которые влияют на наш бизнес, это могут быть любые другие финансовые показатели, которые уместны, которые нужны и которые обладают определенными качествами. Качества, которые нам нужны для финансовой информации, их основных три. Это достоверность, финансовая информация, которую мы предоставляем всем нашим потребителям, должна быть правдива, достоверна, точна. Это своевременность, потому что в отличие от бухгалтерии мы не можем ждать 40 дней или 60 дней, закрывать отчеты после того, как все произойдет. У нас бизнес идет каждую секунду, каждый день, каждую минуту. Нам необходимы актуальные данные, своевременные о том, что происходит сейчас. Нам иногда нужны данные о том, что может произойти в будущем. Конечно, нам нужны данные о том, что происходило в прошлых периодах. Но своевременность информации – очень важный аспект, и мы об этом будем говорить. Наш финансовый департамент, финансовая сторона бизнеса должна базироваться на том, что информация должна быть онлайн. Сейчас любой бизнес имеет конкурентное преимущество, если его информация доступна сразу после того, как произошло какое-то событие. Поэтому своевременность информации – это второй фактор. Третий фактор – это полнота информации. Наша информация может быть правдива, наша информация может быть своевременна, но если она не полная, мы рискуем не предоставить всю информацию, которая необходима для правильного решения. Если мы забудем включить информацию по какому-то подразделению, по какому-то складу, по какому-то цеху в общую сводку финансовой информации, наша информация будет, к сожалению, неполной и такой, на основании которой можно принять ошибочное решение. Поэтому очень важно. Правдивость, своевременность и полнота – это три фактора, о которых нам нужно помнить, когда мы строим систему управленческой отчетности. Конечно, мы будем об этом говорить отдельно, очень подробно, очень детально, но сейчас мы понимаем, что это все в зоне ответственности финансового директора. Третий пункт – бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет – это отдельный большой пласт работы, которую делают в каждом бизнесе. Каждый бизнес обязан вести бухгалтерский учет, в каждом бизнесе есть бухгалтерия, будь это маленькая фирма, которая торгует на рынке, в розницу, либо это огромный международный концерт, в каждом из них есть бухгалтерия. Бухгалтерия может быть белой, черной, серой, двойной, какой угодно, но она есть. Бухгалтерский учет – это ведение учета по правилам, установленным специальными внешними стандартами или положениями, правилами, сводом правил, который прописан для того, чтобы каждую компанию можно было сравнить, в каждую компанию можно было перепроверить. Этим занимаются аудиторы, этим занимаются контролирующие органы внешние, налоговая инспекция, статистика, любые фонды, у которых есть основания. И вот данные бухгалтерского учета, как правило, есть основой для проведения таких проверок. Бухгалтерский учет, как говорил один мой директор, это посмертный учет. Это означает, что он обо всем, что произошло в прошлом. Иногда мы слышим, что бухгалтерские отчеты могут быть составлены с значительным запозданием в реальном времени. Например, по правилам введения налоговой отчетности мы можем составлять годовые отчеты на протяжении 40 или 60 дней после того, как будет фактически закрыт, завершен календарный год. Это означает о том, что мы не можем или очень редко можем использовать данные бухгалтерского учета для принятия управленческих решений. Но мы уже знаем о том, что для принятия управленческих решений мы используем управленческую отчетность, которая составляется немножко по другим правилам и может отличаться от бухгалтерского учета. А бухгалтерский учет ведется бухгалтерией по стандартам ведения такого учета. В этом же ракурсе ведется налоговый учет и все другие виды учета, необходимые для внешних пользователей. Более кратко мы можем сказать, что управленческая отчетность, внутренние потребители нашей финансовой информации, бухгалтерский учет – это внешние потребители нашей информации. Все контролирующие органы, банки, аудиторы, любые другие заинтересованные лица, которые хотят получить данные о нашем бизнесе. Вот за это отвечает направление бухгалтерского учета. Следующая зона ответственности финансового директора, финансового департамента – это управление рисками. Управление рисками – очень интересное, я бы сказал, новаторское направление. Очень часто в отечественных бизнесах мы не имели отдела риск-менеджмента, мы вообще не учитывали никакие факторы, которые могут влиять на наш бизнес внешний или внутренний. Мы не закладывали факторы риска в расчет наших прогнозных плановых показателей. В то время как западная культура финансового менеджмента всегда включала в себя риск-менеджмент, всегда включала в себя матрицу рисков, когда отбирались те риски, которые имеют материальность, которые имеют наибольшее значение для бизнеса, и учитывала это в финансовых расчетах. Соответственно, управление рисками – это одна из важных тем ответственности финансового директора, о ней нужно знать и применять там, где это нужно. Как правило, это применяется в планировании, в бюджетировании, в управленческой отчетности, в постановке стратегических целей, и вот там очень полезно использовать процедуру управления рисками. Работа с банками и финансовыми учреждениями. Есть такое золотое правило, что бизнес лучше строить на чужих деньгах. Это означает о том, что финансовый директор должен заботиться о том, откуда мы возьмем эти чужие деньги. Как мы привлечем заемные ресурсы, как мы будем возвращать их, какой процент нам окей платить с заемных средств. Как правило, заемные средства, если это банковский кредит или займы от других владельцев, они стоят денег. Деньги стоят, пользование деньгами, чужими деньгами стоит денег. Это проценты за пользование кредитом, это вознаграждение взаимодателю, любые другие способы. Поэтому работа с банками и банковскими учреждениями – это как раз понимание кредитного рынка, понимание возможности за привлечение денег в том или ином виде, в каких видах мы тоже об этом будем детально говорить. Это понимание, какую ставку мы готовы платить, какую ставку за использование заемных денег мы себе планируем, прогнозируем и включаем в расчет наших финансовых показателей, плановых финансовых показателей. Соответственно, дальше нам, кроме того, что мы составили план, нам необходимо обратиться в банк или отмониторить банковский рынок в принципе, выбрать наибольший, наиболее подходящий для нас вариант, заключить кредитный договор, получить деньги в использовании, потратить их по целевому назначению. Это очень важно. Иногда люди, получив кредит, теряют голову и принимают решения необдуманные. Это была практика у меня, я могу рассказать много историй на эту тему, но тем не менее. Когда мы работаем с банками и финансовыми учреждениями, мы планируем привлечение ресурсов, контролируем использование этих ресурсов и обязательно контролируем возврат этих ресурсов. Вот это комплексный подход по работе с банками и финансовыми учреждениями для CFO стабильного бизнеса. Управление денежными средствами. Управление денежными средствами, естественно, это ежедневная рутина, которой должен заниматься любой финансовый директор. Сколько денег у нас есть, куда мы планируем их потратить, сколько денег мы получим, сколько денег мы планируем потратить в будущем, на все эти вопросы нужно отвечать онлайн. На все эти вопросы у нас должен быть ответ в любой момент, в любой точке ведения бизнеса. Сколько денег мы потратили в прошлом, насколько эффективно мы тратили эти деньги и насколько соотносится сумма полученных и потраченных денег с теми лимитами, которые мы сами для себя установили. Огромный кусок работы, очень важный, и мы будем об этом говорить. Будем говорить об этом много, потому что в принципе управление денежными средствами – это одна из основных функций. Эффективное управление денежными средствами стабилизирует бизнес, дает ему возможность прогнозировано развиваться. И наоборот, отсутствие денежных средств погубило, наверное, большинство бизнесов, которые перестали существовать. Это основная причина фейлов в бизнесе. Отсутствие денег на каком-то из этапов. Прохождение проверок контролирующих органов. Финансовый департамент должен быть надежным счетом для бизнеса с точки зрения прохождения любых проверок, которые проверяют финансовые показатели. Уплата налогов, подача отчетности, расчет показателей, предоставление любых запросов по требованию финансовых органов – все это должно проходить через финансовый департамент. Говоря о финансовый департамент, я подразумеваю, что в его состав обязательно входит бухгалтерия, обязательно входит отдел, если это крупная компания, внутреннего аудита, возможно, контроля. Это тесная работа с юристами, адвокатами, которые должны сопровождать, конечно же, прохождение таких проверок. Возможно, это тесная работа с внешними аудиторами, если у нас они есть, которые позволяют комплексно подойти к решению вопроса защиты бизнеса от контролирующих органов. Да, я это называю защитой бизнеса. Для меня контролирующие органы – это одни из, извините, рэкетиров, которые просто могут привести бизнес к банкротству, если это будут необоснованно высокие штрафы за нарушение налогового законодательства, за неправильное ведение бизнеса, за занятие незаконной деятельностью. Это все риски, которые мы должны учитывать и от которых мы должны быть максимально защищены. Поэтому, да, прохождение проверок контролирующих органов – важная функция и важная зона ответственности финансового директора. Последнее в перечне – это аудиты комплаенс. Модные зарубежные слова, которые означают о том, что на каком-то этапе бизнеса мы, чем больше бизнес, тем более он привлекателен с точки зрения инвесторов, с точки зрения акционеров, с точки зрения выхода на биржи, выхода в большой мир бизнеса, прозрачный мир бизнеса. И на этом этапе становится необходимым проходить аудиты, проходить внешние проверки правильности ведения учета и прозрачности ведения бизнеса. И прохождение таких аудитов невозможно без согласованной работы финансового департамента и бухгалтерского отдела, без предоставления всех видов отчетности, без раскрытия всех нюансов ведения учета. Невозможно пройти аудит и получить положительный отчет аудита. Комплаенс – очень модное слово, означает соответствие внутренним процедурам. Это отдел, либо человек, либо департамент, который следит за тем, чтобы мы делали все согласно тех процедур, которые мы сами для себя разработали, либо внешних стандартов, таких как бухгалтерские стандарты, либо таких как кодекс поведения, которые мы признали такими, которыми мы хотели бы руководствоваться, которых мы хотели бы придерживаться. Если кто-то из вас работал в банках, то вы наверняка знаете, что практически каждый банк имеет в своем составе отдел комплаенса, отдел соблюдения процедур, банковских процедур. Почему для банка это актуально? Потому что банк – это очень регулируемый бизнес. У него есть Центробанк, национальный банк, банк верхнего уровня, который спускает свои директивы, который спускает свои правила игры. У него есть куча других ограничений, у него есть требования соблюдать процедуры как внешние, так и внутренние. И, соответственно, функция комплаенса, функция соблюдения таких процедур для банка – это очень важный вопрос. Кроме того, он обязывает, банк обязывает соблюдать такие процедуры и своих клиентов, потому что такие требования, по таким правилам живет банковский бизнес. Для бизнеса не банковского сектора комплаенс пока не очень актуален. Но чем больше бизнес становится, тем больший приоритет необходимости возникает в таком отделе, в отделе соблюдения правил, процедур и политик, которые разработаны для бизнеса. Поэтому я считаю, что это тоже ответственность СФУ, хотя тут может быть несколько мнений, и иногда этот отдел относится к юридическому, иногда это отдел внутреннего контроля, который выведен из-под финансовой функции. Но в каждом бизнесе это возможно по своим правилам, как договорятся. Кроме ответственности, у финансового директора обязательно должны быть права. Без прав он не может построить правильную систему. Если финансовый директор говорит о том, что у него есть только какие-то обязанности, но нет прав, это плохой финансовый директор, это плохой менеджер топ уровня или человек, который может принимать какие-то решения. Поэтому обязательно, занимаясь финансовой перспективой бизнеса, построением финансовой модели ведения бизнеса, нам нужно иметь полномочия, нам нужно иметь права, английское слово authority, для того, чтобы построить то, что нам нужно, для того, чтобы построить процессы, для того, чтобы организовать людей, для того, чтобы запустить работу финансового департамента и обеспечить, как я уже говорил, всех потребителей финансовой информации правильной, достоверной и полной информацией. Итого, права CFO, построение финансовой модели бизнеса. Нужно дать право финансовому директору принимать решение, как мы будем вести бизнес с финансовой точки зрения. Как будут организованы денежные потоки? Какие точки контроля мы должны заложить в бизнесе? Как мы увяжем плановые и фактические показатели? Сколько и где, и на каком этапе мы будем платить налогов? Как будем проходить проверки? У нас будет отдельное занятие, конечно же, мы будем строить финансовую модель бизнеса. Даже не одно. И вот это все мы будем пользоваться таким правом. Принимать такие решения, создавать финансовую модель, менять эту модель. Иногда поменять модель намного сложнее, чем построить новую. Но у нас такое право должно быть по умолчанию, по дефолту. Разработка и внедрение учетной политики. Мы должны прописать для себя, для нашего бизнеса правила, по которым мы будем вести учет. Если мы хотим жить в стабильном бизнес-мире, нам нужны такие политики, наверное, не только финансовые, а и вообще любые другие, которых мы будем придерживаться и которые мы, если и будем менять, то, наверное, согласованы с пониманием того, зачем мы это делаем. это ни в коем случае не означает излишнюю бюрократию. Это означает просто правила игры, по которым мы договорились играть со всеми другими участниками, с которыми мы делаем бизнес. И это очень важно, чтобы мы записали эти правила до того, как мы начали что-то делать. Именно поэтому я говорю о том, что нам нужно разработать бюджетную, учетную политику, финансовую политику, по которой мы будем вести свой бизнес. и дать ознакомиться всем другим людям, которые заинтересованы в этом, которые могут спросить, а есть ли у нас правила игры, а есть ли у нас политика, и что мы будем делать, если нам нужно принимать какие-то финансовые решения. Частью учетной политики может быть налоговая политика и риски, которые мы несем. Соответственно, в финансовой модели бизнеса большая, важная роль для налоговой политики. Что мы делаем с налогами? Платим мы их или не платим? Если не платим, то каким образом? Оптимизируем или избегаем? Или переносим наш бизнес в безналоговую сферу? Кстати, отсутствие уплаты налогов это не означает незаконность ведения бизнеса. Я буду показывать примеры, когда мы можем не платить налоги абсолютно законно и при этом не нарушать никакие правила, ничьи правила при ведении бизнеса. Это возможно в некотором понимании, как мы можем построить налоговую модель бизнеса, какие риски и какие расходы при этом возникают, достаточно важно для того, чтобы потом правильно эту модель реализовать, имплементировать. Принятие решений по распоряжению денежными средствами. Если у нас есть ответственность по управлению денежными средствами, у нас должно быть право и ограничивать или отказывать в расходах, которые мы считаем неэффективными, нецелесообразными, либо такими, которые не соответствуют нашей политике, либо которые превышают те лимиты, которые мы сами себе установили. Следующий пункт очень важен делегирование финансовой ответственности. Делегирование финансовой ответственности это предоставление функций по финансовому менеджменту другим участникам бизнеса, другим менеджерам, которые участвуют в бизнесе. Отдельная очень интересная тема, поверьте мне, не все финансовые директора используют это право и тянут на себе весь груз ответственности и даже отвечают иногда за ошибки других. Поэтому делегирование финансовой ответственности, построение правильной модели финансовой ответственности очень важно для того, чтобы все стейкхолдеры, все потребители финансовой информации, все люди, которые принимают управление, принимают управленческие решения на основе финансовой информации, были объединены финансовой ответственностью. Право вето на управленческие решения других стейкхолдеров. У CFO должна быть волшебная кнопка, которая останавливает любое неправильное финансовое решение, как минимум до конфирма, до согласования этого решения на верхнем уровне. Как правило, это уровень СИО. Поэтому право вето на управленческие решения должно быть, волшебная кнопка должна быть, и мы будем рассматривать случаи, когда нам нужно нажимать такую кнопку. Влияние на стратегические планы и задачи. Не может быть разработан стратегический план, либо бюджет, либо пронос деятельности компании без участия CFO. Это означает о том, что либо модель бизнеса неправильная, и финансовая модель ведения бизнеса не предусматривает принятие решения CFO на данном этапе, либо CFO слаб и не может пролоббировать свое участие в таком важном моменте. Как правило, CFO должен играть ключевую роль в разработке финансово-стратегического плана, в постановке финансовых задач и в разработке каких-то показателей, которые мы хотим достичь. В денежном эквиваленте. Напоминаю, что когда мы говорим о финансах, это все денежный эквивалент ведения бизнеса. Это все отдельно. Следующий слайд. Не пугайтесь, здесь много отдельных компонентов, но это только пример того, что может включать в себя процессная модель финансового подразделения, финансового департамента. На самом деле, многие из этих компонент могут быть объединены, а в больших бизнесах эти компоненты могут быть разбиты на отдельные составляющие. Я ухожу от стандартного подхода организации финансового департамента по иерархической структуре. Сверху директор, снизу подчиненные, отдельно бухгалтерия, отдельно отдел финансов, отдельно отдел планирования. Я считаю это устаревшим подходом к организации финансового подразделения и предлагаю процессный подход. Процессный подход заключается в том, что мы выбираем функции, которые мы хотим осуществлять в пределах финансового департамента. Мы строим процессы внутри нашего департамента. Мы линкуем, соединяем эти процессы с людьми других департаментов, с ролями, которые у нас выполняют другие подразделения. И таким образом обеспечиваем движение информации и документов внутри нашего департамента и обмен этой информацией с другими департаментами. Если посмотреть на компоненты, они все о функциях, которые выполняет финансовый отдел. Планирование и цели. Мы говорили о том, что в процессе финансового планирования, в процессе постановки финансовых целей нам обязательно нужно участие финансового департамента, финансового директора, либо людей, которые занимаются этим. Мы должны иметь это внутри. Этот процесс должен проходить через финансовое подразделение. Зарплата и компенсации. Естественно, мы должны насчитывать людям заработную плату, другие виды компенсации, любые. И этот процесс, естественно, природно должен жить в финансовом департаменте. В бухгалтерии, либо в специальном подразделении, которое занимается заработной платой, калькуляциями, начислениями, выплатами, либо внутри финансового отдела. Это уже наша внутренняя кухня. Анализ ключевых показателей эффективности. Я думаю, мы все из нас слышали о финансовых показателях эффективности, о KPI. И, соответственно, мы должны анализировать, насколько мы выполняем те планы, которые мы сами себе поставили. Соответственно, это одна из компонентов, которая относится к финансовому подразделению. Управление cash flow, управление денежными средствами. Мы уже говорили об этом. Нам нужно управлять, нам нужно контролировать, считать правильный денежный поток, для того, чтобы понимать, что деньги у нас не закончатся в самый ответственный момент. Бюджетирование и контролинг – это компоненты, которые связаны с соблюдением лимитов, которые мы установили, исходя из поставленных целей, исходя из поставленных планов. Мы будем говорить о бюджетировании и контролинге на отдельных уроках очень детально, очень подробно. Пока что мы говорим о том, что это неотъемлемая часть работы и процессов финансового подразделения. Работа с инвестициями. Мы говорили о том, что нам нужно понимать, что инвестиции – это отдельные денежные вложения, как правило, большие денежные вложения, которые нам нужно учитывать отдельным способом, по которым нам нужно принимать отдельные управленческие решения. И очень хорошо иметь в структуре нашего финансового подразделения отдельное подразделение, которое занимается инвестициями. Процесс инвойсинга, либо выставление счетов нашим клиентам – это важная часть нашего бизнеса, это общение с нашими клиентами, с нашими кастомерами. Это важно. Нам нужно закрывать это как можно быстрее, чтобы получить от них деньги. И, естественно, это важный процесс внутри финансового подразделения. Работа с долгами не менее важна. Кроме выставления счетов, нам нужно получить по ним деньги вовремя, в тот срок, о котором мы договорились с нашими клиентами. Поэтому, если кто-то нам не платит, просрачивает оплату по счетам, нам нужно с ними работать оперативно, понимая, по какой процедуре мы идем по взысканию наших долгов с наших должников. Отдельное подразделение по работе с долгами. Бюджетирование и контролинг я уже назвал. Это отдельное выполнение планов. Оперативный учет, либо управленческий учет. Предоставление нужной информации внутренним стейкхолдерам важная часть, важный процесс финансового подразделения должен быть обеспечен внутри нашего финансового департамента так, чтобы онлайн мы имели правдивую, полную и своевременную информацию обо всем, что происходит в бизнесе. Обо всем я имею ввиду, если даже у нас какой-то бизнес проходит не в бухгалтерии или отображается не так в бухгалтерских проводках, как это должно быть на самом деле, в управленческом учете мы видим реальную информацию. Если где-то какие-то продажи у нас идут за кэш, либо каким-то другим способом в оперативном учете, мы должны все равно учитывать оперативно эти операции и предоставлять все-таки правдивую информацию абсолютно обо всем, что происходит внутри нашего бизнеса. Любимый мой пример – взятка, которую мы по какой-то причине заплатили налоговому инспектору, в бухгалтерском учете никогда не будет отображена как расходы на прохождение налоговой проверки, а в оперативном учете обязательно нужно показать это как расходы, связанные с прохождением налоговой проверки. В этом отличие бухгалтерского учета и оперативного учета. Бухучеты налоги – это обеспечение правильности согласно выбранной налоговой модели, уплата, полная всех начисленных налогов, своевременная подача отчетности и правильное прохождение налоговых проверок с минимальными потерями, с минимальными расходами, как официальными, так и неофициальными. Контроль и аудит отвечает процесс и подразделение, которое отвечает за прохождение аудита, за получение аудиторского заключения, за то, что внутри у нас в бизнесе нет нарушений, злоупотреблений и воровства. Иногда это отдельные подразделения вне финансового департамента, но все, что связано с денежными средствами, все, что может быть переведено в денежный эквивалент, находится в зоне ответственности финансового подразделения. Поэтому контроль и аудит. И да, очень часто мы должны работать над тем, чтобы создать систему контроля, внутреннего контроля, которая будет минимизировать злоупотребление, потери, неэффективное использование денежных средств, воровство и другие подобные случаи. И оценка рисков, риск-менеджмент, о котором мы уже говорили, выражены в финансовом эквиваленте, в денежном выражении, которое нужно учитывать при расчете наших финансовых показателей. Еще раз скажу, что эти компоненты, что эти процессы неполные, они могут быть увеличены, агрегатированы в меньшее количество компонент, а могут быть, наоборот, детализированы в зависимости от бизнес-модели, в зависимости от размера бизнеса, в зависимости от того, как финансовый директор считает нужным построить процессы в финансовом подразделении. Как финансовый директор взаимодействует с исполнительным директором, с генеральным директором, с управляющим, с топ-менеджментом фирмы? В данном случае я выделил 4 блока, по которым мы можем прописать, как финансовый директор может поддерживать финансового исполнительного директора, экзекитива-офицера. В данном случае мы будем говорить о всех этих 4 компонентах отдельно, но сейчас мы пройдемся просто в общем. В зоне ответственности генерального директора или исполнительного директора. «Создание миссии, визии и ценности бизнеса». В данном случае все эти показатели должны согласовываться с возможностями бизнеса. Мы должны мечтать о большом, но начинать с того, что мы имеем, и понимать, как финансово мы можем дойти до того, что будет заложено в миссию нашего бизнеса. Будем об этом детально говорить, будем превращать миссию, визию бизнеса в финансовые планы. Я покажу, как это происходит на практике. При разработке стратегии бизнеса нам обязательно нужно включаться на этапе финансового планирования, на этапе расчета финансовых показателей, чтобы понимать, насколько реально и в какой временной перспективе мы можем достичь таких запланированных стратегических целей. При постановке целей мы используем финансовые инструменты, разработку бюджетов, построение финансовых планов, построение финансовых моделей. Все это мы будем делать, через все это мы пройдем и увидим, как стратегические планы в пределах миссии и визии превращаются в конкретные финансовые расчеты, которые можно достичь. При построении модели операционного менеджмента финансы должны обеспечить на всех уровнях потребителей аналитическими показателями, ключевыми показателями эффективности и управленческой отчетностью, о которой мы уже говорили. Это важные компоненты, которые мы должны рассчитать, показать, предоставить, прокомментировать и сделать какое-то заключение. Я говорил о том, что совет директоров – это немножко другой орган, который непосредственно не участвует в операционном менеджменте, не принимает ежедневные решения, но тем не менее контролирует правильность ведения бизнеса и соблюдение каких-то общих стратегических политик, правил, достижения высокоуровневых целей. На слайде мы видим те блоки, на которые нужно обратить внимание, для того, чтобы правильно и эффективно взаимодействовать с советом директоров. Это политики и процедуры, это комплаенс, о котором я говорил ранее, это регламентированные отчеты, которые должны правильно заполняться и вовремя подаваться во все контролирующие органы, это прохождение аудита, если это предусматривается бизнес-моделью, это сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, это будет наша отдельная тема, есть опыт, есть о чем рассказать, как происходит слияние и поглощение МНА, это отдельная вообще сфера деятельности финансового директора и стратегическая зона ответственности, наверное, совета директоров. И распределение прибыли. Должны ли мы платить дивиденды, какие решения были приняты советом учредителей, либо советом акционеров, в какой временной перспективе они должны выполняться и можем ли мы себе позволить в принципе такое распределение прибыли. Все это сфера ответственности финансового директора по отношению с советом. Мы будем к этому возвращаться, мы будем об этом говорить на следующих занятиях, в принципе, пока что на высоком уровне этого достаточно. Очень важно помнить о том, что в процессе своей деятельности финансовый директор, как правило, допускает ошибки. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. В данном случае я сгруппировал свой опыт. Да, на самом деле все ошибки, которые здесь выписаны, это ошибки, которые я допускал в процессе своей работы. И да, иногда это достаточно болезненно. Предоставление неполной, неточной или несвоевременной информации влечет за собой неправильное управленческое решение, и вина в этом будет финансового директора. Данные, которые бесполезны для принятия решений. Когда финансовый директор не понимает, кому и что он должен предоставлять, он очень часто может предоставить данные, которые бесполезны, либо у которых нет потребителя, которые непонятны никому и бесполезны. Сложные и нечитаемые отчеты. Это вообще любимая фишка финансовых директоров. Показать баланс, в котором с левой стороны какие-то цифры, с правой стороны какие-то цифры. О чем они, для чего они и как их можно использовать, не понимает никто, зато финансовый директор доволен тем, что он сделал. Это типичная ошибка, да. Непонимание, кто является реальным потребителем финансовой информации. Мы уже говорили о том, что в данном случае данные будут бесполезны. Либо, как минимум, на основе этих данных не будет принято никаких решений, а как максимум, эти данные могут быть использованы еще и во вредах. Отсутствие системности и последовательности предоставления информации. Сегодня мы показываем один отчет, завтра мы сказали, что мы изменили какую-то процедуру, и отчет у нас поменялся. Данная непоследовательность, она путает людей. Она говорит о том, что финансовый директор сам слабо себе представляет, в каком виде и по какой системе он должен эту информацию обрабатывать и предоставлять. Слепое следование стандартам и практикам без понимания ситуации. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда финансовый директор, либо главный бухгалтер говорит, мы не можем это сделать, и потом приводит кучу отговорок, потому что стандарты этого не предусматривают, потому что я не могу отразить это в бухгалтерском учете, потому что налоговая нас придет и оштрафует. Вот это, да, это слепое следование стандартам и практикам. Правильный ответ на такую ситуацию такой. У нас есть риски, которые мы можем понести в процессе осуществления этой операции. Или я предлагаю провести эту операцию в другом виде для того, чтобы не попасть в такие-то красные зоны, чтобы не вызвать какие-то риски. И любые стандарты и практики нужно понимать, как можно использовать и как можно обойти. В этом ценность финансового директора. Погружение в операционную деятельность, отсутствие стратегического мышления. Когда мы говорим о позиции C-левела, то есть чиф, то нам нужно понимать, что любой чиф-офицер в любом бизнесе, достаточно высокое должностное лицо, высокое лицо, которое принимает решения, должен понимать, что кроме операционной решений, кроме операционной деятельности, есть стратегический аспект. Стратегический аспект ведения бизнеса, стратегический аспект построения моделей, стратегический аспект развития, стратегический аспект принятия решений. И без... То есть очень многие финансовые директора закапываются в операционку, я сам этим решу, начинают делать какую-то... Особенно те, которые выросли с низу, они знают, как это делать, не умеют делегировать свои функции, и в результате вместо действительно эффективного управления отделом занимаются микроменеджментом, либо занимаются операционкой, сами заменяют людей, которые могли бы выполнять такие функции. Конфликт интересов при предоставлении информации внутренним и внешним потребителям. Очень часто, особенно это явно проявляется в бухгалтерии, принимаются решения в пользу налоговой. А давайте мы будем играть безопасно, play safe. Мы заплатим больше налогов, бизнес при этом немножко пострадает, но зато мы будем спать спокойно. И вот в этом есть конфликт интересов. Нужно понимать, в каких ситуациях появляется такой конфликт интересов и минимизировать его с точки зрения принятия эффективных решений. Есть у нас конфликт интересов с главным бухгалтером, значит, ему от него нужно забрать принятие такого решения. Есть у нас конфликт интересов на каком-то другом этапе, нужно подумать над моделью, которая позволит нам избежать такого конфликта. Отсутствие саморазвития и постоянного обучения, я думаю, что это для любой должности в бизнесе актуально, не только для финансового директора. И слабо развитые soft skills, проблема финансистов, проблема бухгалтеров, неспособность коммуникации, неспособность выразить свои мысли, нежелание что-то рассказывать о том, о чем они делают, презентовать результаты своей работы, может привести к тому, что кто-то из важных стейкхолдеров, из важных потребителей финансовой информации не дополучит ту самую информацию, на основании которой он примет такое решение. Очень важно понимать, что soft skills важны, они важны и в общении с, так называемым, peer-to-peer communication, с равными по своим должностям, так и внутри подразделения. Нужно общаться с людьми, которые находятся в сфере финансового департамента, с бухгалтерией, уметь общаться с подчиненными, уметь понимать их проблемы, для того, чтобы организовать эффективную систему работы финансов. Домашнее задание. Разработать матрицу финансовых функций. Звучит очень сложно, звучит очень страшно, но на самом деле нужно просто подумать над тем, какая идея у вашего бизнеса есть. Если уже есть бизнес, можно просто описать бизнес-идею и выписать все процессы, которые, как вы думаете, относятся к финансовому департаменту. То есть просто выписать все, что, по вашему мнению, должен делать финансовый департамент для вашего бизнеса. Естественно, я пришлю вам образец, достаточно простой, по которому вы сможете сделать матрицу финансовых функций. Образец будет заполнен на основе тех компонентов, которые были на слайде, под конкретный кейс, который мы будем рассматривать на каждом из уроков. У меня есть предложение. Это описание небольшого стартапа, который будет заниматься обработкой информации, обработкой бизнес-информации и предоставлением этой информации потребителям, которые будут готовы платить за это деньги. Соответственно, исходя из этой бизнес-идеи, будет разработана матрица финансовых функций. Сейчас я не буду показывать, как это сделано. Это достаточно простая процедура, и я предлагаю вам в свободное время сделать это для вашей бизнес-идеи. Дальше мы будем наполнять эту матрицу, дальше мы будем развивать эту бизнес-идею и от урока к уроку двигаться по темам, наполняя наш файлик с этой бизнес-идеей новыми и новыми расчетами, новыми и новыми закладками, для того, чтобы потом получить готовый бизнес-проект. Что сегодня было наиболее ценным? Давайте я начну с себя. Мы переходим к блоку коммуникации, к блоку общения. И я бы хотел сказать, что для меня наиболее ценным было то, что вы пришли на мой урок, и я смог рассказать вам какую-то часть информации о том, чем мы будем заниматься на курсе, о том, что я хотел вам донести, и в каком виде, и что мы начали наш курс и будем по нему двигаться дальше. И для меня очень ценно, что мы соответствуем заранее намеченному плану. Да, курс гибкий, программа подразумевает присоединение любого из участников на любом этапе. Ему будут доступны образцы и все материалы с предыдущих уроков. Соответственно, курс разработан таким образом, что можно его проходить онлайн, как мы делаем сейчас, либо подключиться и посмотреть все уроки в записи, и сделать все задачи потом экстерным, и, в принципе, выйти на тот самый уровень, который будут иметь люди, которые посещали все вебинары. Вот. Если кто-то хочет что-то сказать, я с удовольствием послушаю. Комментарии, замечания, предложения, вопросы. Есть желающие? Так, Татьяна написала в чате. Здравствуйте, коллега, очень приятно. У меня есть опыт работы в холдинге, группы компаний. Как правило, сейчас все бизнесы, по большому счету, работают группами. Очень редко встретишь одно юрлицо в пределах бизнеса. Давайте попробуем, давайте структурировать, давайте разбираться. Если есть какие-то горячие темы, с удовольствием послушаю. Можете даже, исходя из списка уроков, заранее присылать какие-то вопросы, которые бы вы хотели, чтобы мы более подробно остановились, либо какие-то проблемные ситуации, которые у вас есть в вашем бизнесе, и мы на них можем немножко сконцентрироваться больше. С удовольствием почитаю, услышу. Кто-нибудь еще? Не стесняйтесь, мы, в принципе, здесь для того, чтобы общаться. Немножко остановлю шевринг экрана и перейду в режим видеоконференции. Вот, вижу Майка. Михаил, да? Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Как вам? Да, в принципе, интересно. Я могу вкратце рассказать о себе. Давайте. Я директор небольшой компании, IT-компании на 10-15 человек. Ну, недавно, ну, работали мы обычно через ФОК, и уперлись в лимиты по оборотам на их налоге. Ну, пришлось много изучить бухгалтерию, был на курсах по бухучету. В принципе, удалось немного переформатировать формат, как мы работаем. Начали работать через ТОВ. И заинтересовался этой темой, и хочется, конечно, больше узнать. И заинтересовал вашу рекламу в Фейсбуке, перешел, и тут я... У вас аутсорс или продукт? У нас аутсорс и аутсорс. Аутсорс и аутсорс. Ну, могу поделиться, да. У нас тоже небольшая компания, на 1600 людей. Аутсорс и аутсорс. Могу рассказать, как это работает на больших масштабах. В принципе, достаточно много знаю примеров, как структурированы сейчас маленькие компании, начиная от 10 людей, да, и заканчивают там 100, 200, 300 и больше уже. Наверное, можно будет пообщаться более детально именно об IT сейчас. Вы в Украине? Да, в Украине, в Киеве. Да, ну, соответственно, все эти детали, наверное, знаю и смогу поделиться. Как минимум, предупредить о типичных ошибках, которые делаются, да, или держать в курсе того, что у нас там в будущем будет, хотя... хотя будущее у нас пока еще туманное. Я всегда, когда меня спрашивают, а что будет в следующем году, я говорю, ну, поживем, увидим, да, пока живем в том мире, который у нас есть. Соответственно, будем смотреть, будем общаться, с удовольствием помогу, если есть какие-то конкретные вопросы, пишите, задавайте, будем рассматривать. Еще бы хотелось бы услышать тему про офшоры, как это все работает. Ну, да, у нас будут юрисдикции разные, офшоры, амфшоры, зарубежные юрисдикции. На самом деле сейчас, ну, как бы, тенденция такая, об офшорах мы можем поговорить, но использовать их становится все сложнее и сложнее. И даже не с точки зрения законодательства или там налоговых каких-то правил, как больше с точки зрения открытия банковских счетов и обслуживания нормальных банков. Потому что, когда офшорные юрисдикции приходят открывать банки, вот там их ждет засада. На самом деле все меньше и меньше банков хотят работать там сейшелами, бермудами и прочими какими-то там юрисдикциями, в которых вообще не ведется учет и не платятся налоги. Но есть варианты, да, есть рабочие варианты, есть даже низконалоговые юрисдикции либо юрисдикции со специальными условиями налогообложения, которые позволяют, в принципе, сопоставимо с украинским реалем платить там в районе 5% от оборота и при этом легально вести бизнес, но уже в европейской юрисдикции. Расскажу, покажем, может быть, разберем на конкретных примерах. Окей. Но у нас уже 20% оборота в криптовалюте. То есть это тоже... Ничего страшного. Та же Мальта, в принципе, очень-очень активно продвигает криптовалюту. Они... Все это в учете у них отображается абсолютно легально, законно. Более того, они там проводят кучу конференций о том, как это структурировать с точки зрения признания криптовалюты. Поэтому в Украине пока не знают, что с этим делать. Ну, за рубежом это, в принципе, абсолютно нормальный способ расчета. Просто еще один счет. Со всеми теми атрибутами, которые имеет банковский счет или счет любой платежной системы, PayPal. В Украине не знают, что такое PayPal. Если ты работаешь через PayPal, ты можешь налоговой ничего не показывать, они никогда это не увидят. За рубежом не так. За рубежом это просто альтернатива банковская счета. То же самое относится к криптовалютам. И можем об этом поговорить, да? Хорошо, спасибо. Вот. У нас есть еще Валентин. Можете подключиться или написать что-нибудь нам. Валентин не отвечает. Ну, ничего страшного. Окей. Спасибо вам большое за участие. Я считаю, что первый урок мы провели. Спасибо всем за присутствие. Приходите еще. Присоединяйтесь, приглашайте друзей, если кому-то или тех, кто еще сомневается, колеблется. Будем двигаться дальше. Как и обещал, я вам пришлю домашнее задание и тест по результатам этого урока. И увидимся. Да, да. Следующий урок через два дня, пятого числа. По расписанию. Вам спасибо. Все. See you. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok